Правильная организация человеческого общества Это основа религиозной жизни Она называется Варнашрама Дхарма Рамананда Самвад, беседа Чайтани и Рамананды Рая Именно с этого было начато объяснение религиозного пути Варнашрама — это фундамент, основание религиозной жизни Но это только форма Нельзя пренебрегать внутренним содержанием, духом Форма и внутренний дух должны сочетаться Тогда будет прогресс в человеческом обществе Однако, если это только форма Это просто внешне Однако, если есть внутреннее содержание, внутренний дух Тогда это будет динамичная система Дайви Варнашрама И форма и содержание существенное, но содержание более важно Таким образом устроено Божественное общество В беседе Рамананды Рая было сказано Варнашрама Чаравата Такова цель Варнашрама Кришна Кармарфанам Затем Карма Тьяг Затем Гьяна Мишра Бхакти Затем Гьяна Шуни Бхакти Затем начинается первая ступень Чистого преданного служения Гьяна Шуни Бхакти Без этого постепенного развития Без этих ступеней Развития Бхакти Все это устройство общества внешне И не имеет истинной ценности Шива Лока Это Гьяна Суни Бхакти Шива Лока Шива Лока Нет Это неправильно Самая низшая часть Шудха Бхакти Находится вблизи пограничной Зоны Шива Брахма Карма Мишра Бхакти Брахма Указал на Шиву Сказал, что Шива выше, чем он Но Шива показал на прохлада Сказав, что прохлад выше меня Именно с уровня Прохлада Махарадж Начинается Шудха Бхакти Шива Это символ Гьяна Мишра Бхакти Затем идет Шри Прохлад Именно с этого уровня На котором находится Шри Прохлад Наступает Стадия Шудха Бхакти Однако сам прохлад Махарадж Сомневается в этом Он говорит Какой же я чистый предный В одной из прошлых кальп Я сражался с Вишну На Мишаране Поэтому я не могу считаться Шудха Бхактой Во мне столько демонических качеств Я родился в семье демонов Поэтому у меня демонический характер Так думает о себе прохлада Однако Прохлад Махарадж Принимается как чистый предный Шудха Бхакта Но выше прохлада Шри Хануман Прохлада это Шанта Бхакта А Хануман это Даси Бхакти Высшее свое проявление Даси Бхакти Находит Шри Хануман Затем идет Сакхья Бхакти И в Шри Аджуне Сакхья Бхакти Находит свое высшее проявление Но выше Находятся Ядавы и Шри Утхава И таким образом Бхакти идет все выше и выше Идет все выше и выше Крами Бхаб Париту Харит Приятая Бхакти Прямая каништа стата, это Удхава, и Пашу Палапанкадзатришас, это Гопи, и затем Царадхика, это Шримати Радхика, который находится выше всех, в Шримати Радхика на самом высшем положении преданности. Таким образом, мы видим ступени преданности от низших до самых высших. Калидас пишет предисловие в книге Рагу Вамша. Калидас — это великий мудрец, великий поэт. Он пишет, я незначительный поэт, и я взялся за эту задачу описать великую династию Сурья Вамшу, династию, идущую от Бога Солнца. Я незначительный поэт, а хочу описать такую великую династию. Кто я такой? Имею ли я право описать славу великих преданных, явившихся в этой династии? Это Аханкара, ложное эго. Аханкара, ложное эго. Аханкара, ложное эго. Они оставили путь, идя по которым я могу выполнить мою задачу. Подобно тому, как жемчужина, с помощью сверла в ней проделывают отверстие. И в это отверстие можно с легкостью продеть нить. И я подобен этой нитью, пишет Калидас. Нить с легкостью может быть продета в отверстие, проделанном в жемчужине, с помощью сверла. Точно так же, великие Вайшнавы прошлого, они уже показали путь, по которым мы можем идти. Мы подобны этой нити. Мы проходим через это отверстие. Санатан Госвами, Кавирадж Госвами, Шукадео Госвами. Они проделали этот путь. Они оставили нам объяснение, сравнительный анализ положения различных Вайшнаву. На основе этих объяснений можем понять, что из себя представляет разные уровни преданного служения, где находится Удхва, где находится Гопи, где находится Нарада. И зная об этом, понимая природу этих различных уровней, мы можем идти по этому пути и достичь высшего совершенства.